Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что на моем сайте стартует марафон, посвященный основам практической светлой магии. Благодаря ему вы сможете научиться использовать полноценные практики. Практики по привлечению любви, привлечению денег, изменению своей жизни, даже основам целительства я постараюсь вас научить. Это будет огромный объем информации. Самый большой обучающий курс из всех, что когда-либо были доступны для открытого доступа за один раз. И по самой низкой цене для такого объема информации. Переходите по ссылке, а мы продолжаем. Всем привет, с вами Sargas. Сегодня я хотел бы поделиться историей своего ученика, который работает в банке. Я не буду описывать все подробности, они утомительны и не столь принципиальны. Поделюсь сутью истории. В банк обратилась женщина, которая хотела выполнить какую-то там задачу, неважно какую. И обратилась она сразу с позиции претензий, скандала. Ну думаю, все вы знакомы с подобными людьми. Мой ученик, будучи человеком отзывчивым, постарался помочь ей решить эту проблему. Приложил все усилия для того, чтобы она как можно скорее стала довольна и никогда больше не появлялась в его жизни. Он тратил личное время, он решил ее проблему и она в благодарность для него принесла ему какой-то подарок. Ну по идее брать подарки на работе не особо хорошо, но там была какая-то ерунда вроде мини-пиццы или что-то такое. И когда он принял от нее подарок, на следующий же день или даже в этот же день у него начались серьезные проблемы. Почему? Потому что эта женщина в благодарность направила ему нечто вроде переклада. То есть переложила ему часть своего негатива, в частности проблемы с финансами. И с одной стороны человек помог кому-то, с одной стороны это хорошо. Но видите ли, есть люди, которые не то чтобы недостойны помощи, но скажем так, с которыми нужно вести себя крайне осторожно. Я записывал уже видео там об энерговампирах, о бытовом негативе, о том в каких ситуациях вы можете столкнуться с проблемами. И понимаете в чем дело, если человек сразу заходит с претензией, то есть хамит, грубит, ведет себя неадекватно. Это сразу должен быть красный флажок для вас, что есть вероятность, что работать с ним не стоит. Под любым предлогом постарайтесь отказаться от такого клиента. Дело в том, что проблема даже не столько в магическом негативе, который человек может направить сознательно. Она просто может поделиться с вами своими проблемами. Вот знаете, некоторые рекомендуют не общаться с неудачниками, не общаться с негативистами. И с одной стороны это звучит как-то некрасиво. Типа, бросьте своих старых друзей, потому что они неудачники, заведите новых успешных друзей. С другой стороны, может это и некрасиво, но по сути рекомендация разумная. Потому что есть люди, которые реально привлекают неудачи к себе и к окружающим. Есть люди, которые тянут на дно себя и окружающих. Как история про ведро с крабами. И если уж это не какой-то ваш близкий, не какой-то ваш друг, постарайтесь отделываться от таких людей сугубо формально. И не делать ничего сверх того, что вам положено по служебной инструкции. А по возможности вообще откажитесь, как я уже сказал, от такого клиента. Ничего хорошего он вам не принесет. Когда-то давно я записывал видео о том, что не работаю с мудаками. Многие клиенты на меня после этого обиделись, хотя я имел в виду... Ну ладно, не буду о чем я говорил. В общем, это хороший урок, который я всем рекомендую внедрять в свою жизнь. Не работайте с мудаками, не работайте с негативистами. Не взаимодействуйте с теми, кто может вам навредить хотя бы теоретически. Или кто вам неприятен. Это вполне нормально, не взаимодействовать с человеком, с которым вам взаимодействовать неприятно. Если это не ваш начальник или там ваша бабушка, вы никому ничего не обязаны. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Если вам интересно, есть ли на вас порчи, есть ли на вас магический негатив, переходите по ссылке в описании и обращайтесь ко мне за диагностикой и магической помощью. Если же вы хотите самостоятельно научиться решать подобные проблемы, защищать себя и своих близких, вступайте в школу практической светлой магии. Если вы пока не готовы, переходите по ссылке в описании и записывайтесь на предстоящий вебинар, в котором я дам пошаговые инструкции для любого начинающего мага. До встречи! Продолжение следует...